Генеральный директор медиахолдинга АТОМИКЕН БИЗНЕС Канад Сахарянов нам представит свое детище. Это структура, которая, насколько я вижу, динамически развивается. Может быть, в отличие от других телевизионных структур, на достаточно высоком уровне происходит развитие, они не стоят на месте. Поэтому мы с удовольствием завтра, во-первых, посетим этот технический центр. Мне лично очень интересно посмотреть, как происходит, как организовано там производство. По крайней мере, лицо, визуальное лицо канала вызывает глубокий интерес, глубокое уважение. Так что, вашему вниманию, канад Сахарянов, АТОМИКЕН БИЗНЕС. Спасибо. А, все, включил. Добрый день, коллеги. Для меня большая честь сегодня выступать. По приглашению наших коллег с журнала «Техника кино-телевидения». И также по приглашению многоуважаемого Владислава Леонидовича Богусевича, с которым мы работали долго, упорно, страстно, я бы сказал, в Казмеде Орталга, там, где мы сейчас имеем возможность встретиться, общаться с вами. Для меня очень приятно, что у нас такая сбитая аудитория тех людей, которые действительно занимаются в области технического развития. И поэтому, когда я получил приглашение выступить, я с удовольствием взял тему, связанную с техническим, технологическим развитием, а именно с развитием внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в процесс производства телевизионно-аудиовизуального контента. Вы знаете, что я сам не технарь, но сегодня у меня будет много технических терминов, так что, пожалуйста, не судите строго. Я менеджер, для меня самая главная концепция, стратегия развития. В этом плане мы сможем с вами очень хорошо обсудить эту тему. Сегодня же тема моего выступления – это внедрение виртуального ведущего в процессы производства телевидения. И хотел бы напомнить о том, что три года назад у нас появился в Казахстане первый виртуальный ведущий. Мы его назвали «Ай Санж». Прототипом этого ведущего был наш известный актер Санжар Мади. И его виртуальный клон «Ай Санж» работает уже на нашем канале три года. Как мы всегда шутим, никогда не жалуется, не просит зарплаты, не уходит на больничный, не уходит в отпуски. И особо он нас спас в период пандемии, когда всем запрещали приходить на работу. Поэтому в условиях дистанционной работы эта модель показала себя наилучшим образом. Поэтому позвольте немножко освежим в памяти история «Ай Санжа». Подносить информацию инновационным способом для телеканала «Атамикен Бизнес» стала реальностью. «Ай Санж» — новое виртуальное лицо, результат перезагрузки индустрии, тренд цифровых медиа, уникальный киберсофт. Новости на бизнес-канале сменили свой живой облик на современный оцифрованный вид. Неподготовленному зрителю трудно заметить кардинальные различия с первых секунд. Синтезированный голос готов озвучить информацию любой сложности. Работает 24 часа в сутки, самосовершенствуется, используя искусственный интеллект, не запинается, не требует дублей, перерывов на обед, гримеров и костюмеров, отпуска и зарплаты. Приветствую всех зрителей «Атамикен Бизнес». И все же есть вероятность, что килобайт неоспоримых преимуществ не станет угрозой для замены живых ведущих телевидения. Хотя, кто знает, может быть, тотальная цифровизация отформатирует кадровый состав телевизионщиков с опытом работы в кадре. Новый киберведущий телеканала «Атамикен Бизнес» — это копия реального человека, известного казахстанского актера Санжара Мади. Это очень необычно, но я попробую. В отличие от своего виртуального близнеца Айсанжа, Санжар, если переигрывал дублик, то только по требованию режиссеров большого кино. Еще совсем недавно технологии создания роботов-ведущих держались в строгом секрете. Однако, как известно, все тайное когда-то становится цифрой. Реализовать амбициозный проект с помощью нейронной сети удалось силами отечественных разработчиков — компании ICT Service. Напомню, что первый в мире виртуальный ведущий появился в 2018 году в Китае. При помощи машинного обучения у искусственного ведущего синтезировали реалистичную речь и мимику, которую накладывали на изображение человека. Айсанж проанализировал новостные блоки и теперь смело осваивает навыки ведущего. Редактирует текст, принимает на платформу эфирный вариант, а после озвучивает в выбранном формате. Уникальный медийный персонаж нового поколения позволяет воспроизводить контент в разных вариантах. Доказано, что искренность ведущего магнетизирует внимание зрителей. Богатство речи, красивый внешний вид и расстановка акцентов в предложениях играет большую роль в воздействии на аудиторию. Диапазон выражений лица Айсанжа пока лимитирован. Но технологии искусственного интеллекта развиваются со сверхбыстрой скоростью, а значит различия между реальным и виртуальным совсем скоро исчезнут. Мой кибербрат. Работа достойна. Не бери кредитов и всегда подчищай историю браузера. Я надеюсь, ты меня не подведешь. Вот это вот история нашего первого казахстанского виртуального ведущего. Сегодня же немножко раньше того времени, которое мы планировали, пользуясь случаем вот этой узкой технической нашей прослойки, я хотел бы сделать такую вот презентацию нашего нового виртуального ведущего на казахском языке. Я хотел бы сказать о том, что с самого первого дня появления Айсанжа на русском языке мы сразу задали нашим техническим сполистам задачу, чтобы обязательно появилась виртуальная ведущая на казахском языке. И в настоящее время это фактически уже реализовано. Сразу хочу сказать, что презентацию мы планируем провести 7 марта, накануне женского дня, потому что все-таки образ представлен в виде прекрасной девушки. И, как вот только что мне задавали журналисты, пока все будут отдыхать, женщина виртуальная ведущая будет работать. Это действительно так. Тоже есть какая-то выгода в этом искусственном интеллекте. Ну, а сейчас перейду к техническим характеристикам. Я думаю, нашим коллегам будет это интересно, что разработка ведется на популярном сегодня языке программирования Python. Для работы с моделем машинного обучения разработчики приняли распространенный фреймворк, это PyTorch. Для покадрового преобразования видео разработчики использовали модель машинного обучения Wav2Lip. Она состоит из этих трех моделей. Это экспертная модель, генератор изображения по аудио, дискриминатор визуального качества изображения. Для преобразования голоса разработчики используют софт AutoVC, который конфигуровали специально для повышения качества. Но для синтеза самого речи разработчики использовали Takatron 2. Это нейросеть для пологенерации речи из голоса. Уникальность казахстанской разработки состоит в первую очередь, конечно же, это то, что впервые синтезирована казахская речь, которая воплощена в образ уже виртуального ведущего. Эта работа у нас заняла достаточно много времени. Приблизительно около 9 месяцев назад появилась информация у наших разработчиков, что есть возможность синтезировать именно женский голос. Потому что до этого мы работали только на мужском голосе. Этот мужской голос мы никак не могли одобрить, потому что он был слишком механизированный, роботизированный, с хрипом таким. Но сейчас уже женский голос достаточно приближен к человеческому голосу. И более того, он адаптирован под голосовые интонации самой виртуальной ведущей, которую я представлю чуть позже. Хотел коротко рассказать про работу в четырех основных направлениях. Работа с лицом, работа с голосом, работа в кадре и работа с эмоциями. Работа с лицом. В процессе создания нашей цифровой сотрудницы сначала разработчики должны были научить экспертную модель определять, соответствуют ли друг другу фрагменты аудио и видео. То есть на этом шаге очень важно аккуратно подготовить данные, определять расположение лица в кадре, убрать посторонний шум из аудио, обеспечить синхронизацию. Ну и далее уже идет этап машинного обучения. На следующем же шаге разработчики учат генератор создавать на основе аудио изображение, которое удовлетворит экспертную модель по соответствию аудио, а также удовлетворит дискриминатор по качеству изображения. Уточню, дискриминатор это функция, которая сравнивает одинаковые входные данные. Подобное сравнение, это сложный процесс, требует очень сильных вычислительных ресурсов и времени. В части голоса. Основная сложность по голосу в работе была в том, что необходимо извлечь из речи, которую наша ведущая много часов наговаривали на микрофон в студии. То есть извлечь вот эти слова и отсечь у нее индивидуальные характеристики речи, то есть ее какие-то произношения. Где-то у нее слова сливались, где-то у нее была не совсем правильная интонация. И машина не всегда понимала правильность произношения этих слов. Поэтому приходилось вручную, отсматривая вот эти все многочасовые записи, когда видели, что машина не понимает, они вручную это удаляли и таким образом убирали все шероховатости. Сложность заключается в том, что чем больше приходилось отсекать вот этих вот индивидуальных характеристей речи, тем больше теряется контент. То есть понятно, допустим, там слово произнесенное, если оно произнесено было не совсем правильно, то это просто убирается из машины, и машина, получается, у нее отсутствует это слово как таковое. И, соответственно, мы теряем. Вот задача разработчиков состояла в том, чтобы найти компромисс по схожести речи и минимальной потере контента речи. При этом необходимо было, чтобы вот эта модель сама виртуальная ведущая умела различать контент индивидуальность. Обучение нужно было проводить на датасете с качественной речью на казахском языке от десятки спикеров. Нам, конечно же, очень помогла та работа, которую проводил, если не ошибаюсь, Назарбаев университет, якобы не вдавался там, но там был очень большой сформирован датасет казахского языка. То есть там ведущие, там много людей, порядка десяти спикеров, они наговаривали огромное количество материала на казахском языке, там и путь Абая, если я не ошибаюсь, там очень много было. То есть теперь дальше новый синтезированный голос, фактически, который сейчас у нашего виртуального ведущего, он может озвучивать информацию любой сложности ясно и выразительно, благодаря тому, что вот эта вся модель прошла обучение через вот этот датасет. То есть фактически нашей модели известны все слова в лексиконе, который может быть использован в казахской речи. Ну и хотел сейчас вам представить видеоролик. В этом видеоролике вы познакомитесь с прототипом виртуальной ведущей, им стала наша журналист, наша телеведущая и обладатель гран-при, конечно, казах Аруэ. Это Санья Тимирхан. Только что вот у меня тоже спрашивали, по какому принципу вы выбирали кандидата на это. Но очень сложный вопрос на самом деле, потому что у нас очень много достойных людей, известных людей. Мы на самом деле в течение года с редакционным советом смотрели и селебрити, и ведущих действующих, и спортсменок наших знаменитых, и просто блогеров смотрели, обменились. Ну понятно, что это очень такой субъективный, сложный процесс, поэтому я никогда не оставлял это как бы там себе как ношу, да, потому что завтра обязательно спросят, да, вот как меня спрашивали, по какому принципу вы выбирали. Редакционный совет отсматривал, и если я вот не ошибаюсь, я сейчас уже не могу точно вспомнить, как этот вопрос возник, но кажется, наш главный режиссер Максим Гребцов, он сказал, у нас же работает вот наша журналист Санья Тимирхан. Я действительно подумал, но она действительно, она мисс Казах Аруа, она ведущая, у него есть прекрасный опыт, она очень достойна, в принципе, быть прообразом первого виртуального ведущего на казахском языке. Поэтому сейчас вот короткий ролик наших разработчиков, компания ICT, с которой мы давно сотрудничаем, и представляем Санью Тимирхан. При создании нового образа мы использовали новые модели машинного обучения и новые алгоритмы обучения этих моделей. Эти вещи были опубликованы порядка двух лет назад в научных изданиях, но дело в том, что просто так взять и применить вот эти алгоритмы на производстве, на присоздании уже готового продукта их нельзя, потому что они экспериментальные. Так вот, при создании как раз-таки нового образа мы адаптировали новые алгоритмы и методы для нашего продукта. Основная сложность была как раз-таки основной отличие в новых методах машинного обучения и алгоритмах. Я думаю, что женский голос, он, как правило, имеет более широкий динамический диапазон. И проблема создания женского голоса, который был бы более похож на оригинал, она требует больше усилей для решения. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается виртуальной ведущей кадры, у нас есть набор специально подготовленных разных движений. Мы можем менять крупность, можем менять цвет одежды, одежду менять и положение в кадре, то есть она может стоять либо сидеть. И вся работа проводится нашим редактором, штатным редактором. Это все задается через платформу Virtual News Reader. После этого итогом всей этой работы является уже выгрузка видеофайла, где наш виртуальный ведущий читает уже текст, который изначально был пропечатан в файле. И далее уже дизайнеры приступают к финальной части, это они работают над фоном, над зеленкой, которая необходима, нужный фон закрывает. Так, теперь эмоция в кадре. Понятно же, чем отличается человек от виртуальной ведущей. Это эмоции. Когда мы видим человека, который нам говорит новости, мы ему должны доверять. То есть каким образом доверие это возникает, это вся невербалика, это все эмоции, интонации. Это очень сложно, конечно, добиваться, но у виртуальной ведущей у нас, конечно, лимитированный набор эмоций, но при этом она выглядит такой строгой, такой отстраненной, сосредоточенной, работает без суфлера, как говорится, не требует дублей. И, коллеги, в завершение я хотел бы вам представить нашего виртуального ведущего, которого мы назвали Айсана. Прошу вас. Приветствую всех, на Браткастинг Синема, 2023 Казахстан. Вот уже три года, я работаю сотрудником телеканала, Атамикен Бизнес. За это время, я ни разу не подвел своих коллег, не сорвал эфир, не спорил с руководством, не попросил повышения зарплаты, не имел каких-либо порочащих связей. Я, уникальная медиа-личность, созданная руками отечественных, айти-разработчиков. Любому мужчине, нужна верная спутница в жизни. Так же и на экране. Мне нужна соратница, которая разделит со мной роль, единственной кибер-женщины в телеэфире. Хочу представить вам мою новую коллегу, первую виртуальную ведущую, которая будет освещать новости, на казахском языке, Айсану. Айсана, передаю тебе слово. Рахмир Айсанж. Барлық кодақтарға қош келдіңіздер деймін. Алды мен күйені жасап шығарған азаматтарға ауылысымды білдіремін. Осылайша, Атамекен Бизнесте жанғы тередедер дәлірі басталды дегеудеде болады. Уебізі, виртуалды жүргізішілер бұл жасанды дентелептен жама технологиялардың синтезі. Ол жаңалықтарды сапалы, әрі қатесы саратылға мүмкінді береді мен. Сіздерге Атамекен Бизнесте жәрінісінің экономикалық жаңалықтарың қазақ түйінде жеткізетін боламын. Бұлымберіп сараптамасын, қын сайым, күзкі, формат, бақдарламасынан төре ауасызды. Идрде жүргізді кінійсіінің. Спасибо, Айсана. Канат Акалбаевич, вы, люди, проводите выходные, активно и интересно. А можно нам дать доступ по субботам и воскресеньям к чат GPT Image Journey? Глибцов сделал, да. Вот эти последние вставки. Коллеги, спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы, если у вас есть. а вот скажите пожалуйста возможно ли какие-то элементы интерактивного общения с виртуальным ведущим то есть задать вопрос виртуальную ведущую чтобы он адекватно среагировал на этот вопрос тогда вы можно было вести какие-то интерактивные такие интересные моменты я уверен что это этап я бы сказал бы следующего нашего развития потому что мы вы сами заслышали дату про вот этот чат g5 который сейчас будоражит всегда и с разработчиками у нас сейчас конечно же очень активные идут переговоры по поводу совмещения этих двух сервисов и то что мы сейчас уже видим я думаю что этот проект очень реализуем когда текст будет писать не редактор как это сейчас сделать журналист а текст будет писать вот такой искусственный интеллект и да да нейроны сетей до полностью за несколько секунд расшерстив полностью весь интернет может собрать любой выпуск новостей моя задача которую я сейчас поставил разработчикам чтобы они могли на автомате синтезировать совместить возможность искусственного интеллекта по сбору конкретного выпуска новостей с автоматически задачей по созданию виртуального ведущего которые возможно возможно потом путем автоматизации сразу уходит либо на play out если говорить там телевидение либо заходит в сети там телеграмма в социальные сети youtube и и там появляется то есть фактически один человек один человек который задаст искусственному интеллекту например такие параметры до дневной выпуск 2.00 первая новость землетрясения турции вторая новость социальные про объекты проблемы доклада правительства третья новость например я не знаю там но зоопарк в сиднее там новости например да и все и выход на спортивные комментарии спортивные новости последние например все вот такие вот короткие это все и условно говоря он идет пить чай через несколько секунд появляется готовый уже текст этот текст сразу через вот этот файл загружается в ресурсы виртуального ведущего через пять минут как я уточнял у ребят 10-минутный выпуск вот такого новостей с виртуальным ведущим на у нас загружается через пять минут после заданных параметров то есть фактически через пять минут появляется уже готов выпуск новостей здесь уже властьев ненавич вы наверно как-то можете сообразить это он каким-то образом должен залиться в плей-аут медиа плейлист плейлист и пошло поехала в эфир условно говоря без каких-то дополнительных элементов и конечно здесь и задают журналисты вопрос слушайте может наша профессия скоро отпадет нет конечно не все профессии отпадут но задуматься надо журналистам потому что сейчас на время такое научно-технического прогресса мы все должны задуматься на самом деле и руководители и технические директора и инженеры каким образом не то что эти технологии так скажем нам навредят наоборот каким образом мы можем использовать технологии для того чтобы улучшить вот это все качество поэтому это это однозначно будет то что развитие вот виртуально ведущего я не скажу что это там мега супер какой-то вот прорыв то есть и здесь надо дорабатывать там в плане там и синхронизации и артикуляции произношения это разумеется но по крайней мере то что мы это уже сделали у нас есть готовая дичитал модель которая может совмещаться с искусственным интеллектом который будет писать тексты уже понимать это уже уже серьезная такая цепь получается по поводу интерактива этот интерактив скорее всего тоже будет возможен как когда будет уже на взаимосвязь как бы голосовых команд условно говоря который будет преобразовываться в текст в и сразу уже на экране будет появляться виртуальный ведущий мы это думали на на примерах банка и торговых центров вот примерно сейчас такая вот есть идея то есть и в банках и в торговых центрах есть возможность установления установки таких панелей то есть когда человек будет заходить и говорить где я могу что-то купить то есть это буквально за считанные доли секунды человек преобразов приобрать преобразовав голос в текст текст в виртуально ведущий виртуально ведущий сразу то есть если это короткая информация то это буквально считанные секунды человек увидит виртуальный образ который скажет вам туда-то 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 например надо пройти либо если это банковская система то там-то на преднаписанные скрипты в банках во многих да вот допустим тоже там банк вы позвоните спросите и они отвечают уже машина отвечает вам но если вы зададите какой-то не тот вопрос который записан они немножко думают и говорят мы вас переключим на оператор запросов да а мы вас переключим на оператор тентом да 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 то есть вот эта система которая вот опять-таки в алисе да там мы же все там по утрам разговариваем с алиса это мой спутник тоже друг там издеваемся друг над другом она там надо мной шутит очень по черной так скажу вот тоже самое то есть вот это просто связать с условно говоря сервисом как чат g5 плюс сервисом нашего виртуального ведущего и все и фактически у тебя на экране появится видеообраз который будет с тобой постоянно разговаривать это это вопрос очень ближайшего будущего я уверен это однозначно будет коллеги спасибо большое мне было безумно приятно здесь выступать спасибо организаторам нашему журналу нашим коллегам который сейчас я знаю находится в грузии всем им большой привет сожалению эдуард не смог приехать мы тоже очень ждали но я думаю все будет хорошо еще много раз увидимся вот герой кстати нашего от этого ролика макс грибцов вот он сидит я тебя сегодня несколько раз упоминал вот так что ребята передадут все спасибо большое